Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, во-первых, я хочу обратиться к вам с просьбой зажить свечку памяти от Чеки, у которого сегодня Йорцев. Вы сейчас поймете почему. Я не мог сегодня даже, несмотря на то, что Шаббат приближается. Рабель Ханан Бунем Нафталии Бенш Пассерман. 13-го тому за место захоронения Каунас в Литва. Это очень великий раввин. В 21-м году он осознавал свою ешиву Оль-Тара в Барановичах. Великое ешиво всемирное. В 38-м году уехал в Америку собирать деньги для своей ешивы. В 39-м, несмотря на то, что уже понятно было, что будет, он вернулся перед началом войны в Барановичи, несмотря на то, что творилось в Польше. Раб Эль-Ханан был хладнокровно убит вместе со многими другими евреями. Когда нацистская армия вошла в Литву, вместе со своими местными товарищами убивали Кадемвеев. Был такой рабоший, он был тогда 27 лет ему. Он единственный почти кто спасся тогда при расстрелах массовых и казнях. И он рассказал, что последнее, что сказал им Раби Эль-Ханан. Когда они увидели, что уже конец близко, он встал прямо за несколько минут до газовой камеры, до расстрела, я честно нюансов не хочу даже. И он встал и спокойно, как всегда, без всякой паники сказал. Я никогда не цитировал, сейчас я взял бумажку, потому что такое нельзя по памяти прочитать. Вот он написал, и он обратился к нам с такими словами. «Кажется, на небесах нас считают садиким, потому что мы были избраны карбонот для Израиля, то есть жертвой. Поэтому мы должны совершить сейчас раскаяние. У нас очень мало времени. Лучшая жертва, если мы сейчас сделаем чугу. Таким образом мы спасем евреям в других странах мира. И пусть посторонняя мысль сейчас не приходит в ваш ум. Хасвэ шалом, так как это сделает нас непригодными жертвами. Сейчас мы выполняем великую митву. Иерусалим был разрушен огнем и будет восстановлен огнем. Тот же самый огонь, который однажды поглотил сегодня наши тела, однажды восстановит план Израиля». Вот такой великий человек. Давайте свечечку, кто может, поставьте в память о нем. Вернемся к нашей недельной главе. Вы знаете, что ослица Беламова не такая простая. Вообще в Торе все непросто. Мы так верхний слой видим. Что она сказала Беламу, когда открыла рот? «Что я сделала тебе, что ты бил меня три раза?» В оригинале написано «Зе шалош регалим». Знакомо? Дословно «эти три раза». Но, как сказал Раша, шалош регалим также означает три еврейских праздника на святом языке. Пейсак, Шавот и Суккот, которые евреи, жившие в период храма, покидали свои дома и, невзирая на все сложности, тяготы, пути, шли в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать свою любовь и уважение к Богу и его законам. А с лица что сказала своему хозяину? Он сказал Раше, что он зря предпринимает такое далекое путешествие. Потому что его ждет неудача. Как можно победить народ, который со временем, после прихода в Иерусалим, постройки храма, будет совершать паломничество эти три дня? Шалош регалим. Потому что, когда они вместе, когда они показывают веру, когда народ показывает, то у него связь с Богом. Ослица ему объяснила. Но осел понимает, белам нет. Есть еще очень интересная вещь, если успеем сейчас. Написано, увидел Балах, что сделал Израиль и Мария. Но в предыдущей главе ведь рассказывается, что евреи победили не только царя Мария и Фсихона, но и башанского царя Ога. Почему не испугался, что Огу сделали? И мудрецы дают еще интересный ответ. Есть правило в Туре. Везде, где сказано в единственном числе о евреях Израиля, содержится намек на то, что они выступают все вместе, что нет раздоров, что нет склок всяких. Например, перед получением Торы было написано «И встал Израиль против той горы» и так далее. Про битву с Сихоном написано «И ударил по нему Израиль». А про Ога написано «И ударили по нему всем народом». Поэтому там было единство великое. И поэтому не военное мастерство напугало Балака. И они и сами такие. Написано «Очень испугался Маф того народа, потому что велик». Он велик в единственном числе сказанном. То есть все, чего боялись ненавистники, это внутри еврейского единства. И сейчас они этого боятся. Вот это надо вынести из этой недельной главы. Вообще, когда люди говорят «Как это?» Ну, слушайте, могу все поверить, но чтобы осел разговаривал о сказке». То один раввин сказал «Интересно, я вообще не вижу здесь никакого чуда, когда к нему обратились прихожане». Говорят «Как вот это?» Он говорит «Если вы иногда рассуждаете как животное, еще, не дай Бог, действуете иногда как животное, то почему животное не может разговаривать? Шаббат, шалом, всего самого-самого лучшего, брахава, ацлаха, единственном.